Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в торжественном концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений двух стран и открытию перекрестных годов культуры. Китайский лидер заявил, что мероприятие стало прекрасной традицией культурно-гуманитарных обменов между странами, а также ярким событием в истории развития межгосударственных отношений. Китай и Россия проведут множество разнообразных мероприятий, чтобы раскрывать потенциал межгосударственного сотрудничества и совместно открывать новое будущее китайско-российских культурных обменов. Мы верим, что это придаст новый импульс дружбе между двумя странами, передающийся из поколения в поколение, укрепит взаимопонимание и упрочит связи между народами. Владимир Путин в свою очередь заявил, что российский народ искренне рад великим успехам китайского народа, достигнутым под руководством Коммунистической партии. По его словам, дружба государств, основанная на взаимном уважении, равноправии и взаимодоверии, способствует развитию двух стран. Она уже стала образцом международных отношений. Россия рассчитывает углублять культурно-гуманитарные обмены с Китаем, содействовать постоянному повышению качества и уровня межгосударственного сотрудничества. На концерте в честь открытия годов культуры прозвучали известные в Поднебесной российские песни «Подмосковные вечера» и «Катюша», а также китайские произведения «Песнь рыбака в ночи» и «Цветы прекрасны и луна полна». В рамках годов культуры запланировано более 230 мероприятий, в том числе гастроли столичных и региональных театров, цирковые и кинофестивали, музейные и библиотечные выставки, ярмарки, спортивные соревнования и всекитайский конкурс на знание русского языка. Культурные акции пройдут в десятках городов России и КНР.